В прошлой части мы рассказали о детях Викентия Щенсновича, как отражение той прослойки украинского народа, которая без колебаний приняла советскую власть. И теперь самое время упомянуть о собственном отце семейства. Мы с ним расстались в прошлой части перед 1917 годом, потому что сосредоточились на прекрасных карьерах его детей. И потому-то и получилось это видео, потому что Викентий Щенснович или в рождении Винсент, человек, который выбивается из общей конвы этой семьи. И об этой драме мне захотелось рассказать, как члены одной семьи оказываются по разные стороны баррикады. И сейчас тоже идет этот разлом, но многие люди считают, что семейные ценности выше политики. Вот сейчас и будем в этом разбираться. Канал Ирины Коновец-Поплавской Для понимания того, что творилось в душе Винсента Щенсновича, напомним, что он был прихожанином костела в Екатеринаславе. А значит, смотрел на мир глазами прихожанина этого костела. Вкратце опишем события тех лет. Костел святого Иосифа появился в Екатеринаславе еще в 1877 году. В сентябре 1905-го его расширили, и освящать его приезжал сам саратовско-кишиневский епископ Иосиф Алоиз Кесслер. По воспоминаниям современников, в храме установили превосходный орган, и во время воскресных и праздничных мест там пел прекрасный хор. И вот в этом вном освященном храме и крестил своего младшего сына в 1906-м 45-летний Викентий Щенснович. И малыш получил прекрасное имя Владислав, и крестил его декан Валентин Гартман. Но когда начались смутные времена, то это отразилось и на жизни католиков. И Винсент все эти события наблюдал с ужасом, потому что католики не приняли в большинстве своем красных варваров. 14 августа 1918-го, перед входом большевиков в Саратов, епископ Кесслер, тот самый, который освящал Екатеринславский храм, пешком покинул Саратов и через 10 дней пришел в Одессу. Там он объявил большевиков антихристами и предупредил, что тот, кто будет сотрудничать с этой властью, будет отлучен от церкви. Пришлось епископу тайно бежать в Бессарабию, и таким образом он выжил и остаток жизни провел в городе Сыновец на Балтийском побережье Германии. К 1919 году за пределы Екатеринаславщины выехали иксензы из других епархий. В приходе остались работать декан Рафаил Шефер и викарий Станислав Кригельский. В 1920-м фамилии крещеных и умерших в Екатеринаславе фиксировал только Кригельский. И вот тело брата викария Кригельского, Феликса, тоже священника, нашли под мостом на Днепре. Нетрудно догадаться, что мешать он мог только большевикам. Сам Викентий Александрович в пух и прах разорился. Обеспечивать семью он больше был не в состоянии. И так получается, что на советскую власть он смотрел совсем другими глазами, чем его чадо и домочадцы. И тут такое расхождение. Зять его Базилевский говорил потом, что старший Щенснович покинул Екатеринаслав в 1918 или 1919 году. Его можно верить, потому что Базилевский в 1920-м познакомился с Еленой, а значит, тестя в глаза не видел в то время. А Владимир утверждал и неоднократно, что отец именно осенью голодного 1921-го выехал на родину к своим братьям в Вильно по адресу улица Старая, дом 30, за продуктами. Там он живыми братьями не застал, но в советскую Украину уже не вернулся, не имея на это средств. В любом случае картина грустная. 60-летний отец, один одинешенек, едет за тысячи земель за продуктами. И никто, никто из взрослых детей его не сопровождает. А наоборот, весело вступают пачками в комсомол и в ЭКПБ. Хоть бы один сказал, папочка, я с тобой, я тут в этом кошмаре тоже оставаться не могу. Тем более, когда есть куда ехать. Есть где-то на земном шаре местечко, где есть родня и можно там зацепиться. Получается, что Бикинг Александрович просек поляну сразу и с ужасом наблюдал, как его дети гурьбой в компартию вступали, а младшенький не успел опериться, а уже в комсомоле. Но он осознавал, что эта преступная новая власть схавает его и не подавится. И никакие партийные детки его не спасут. Поляк, католик, да еще и дворянин. Слова Ленина он, видимо, слышал. Религия – дурман для народа. И чем большее число представителей рекционной буржуазии, рекционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. И, видимо, не находя поддержки в, скажем прямо, своем ватном семействе, Бикинг Александрович выехал в Вильно. Братьев своих, да, он же его ни там не застал, но ему удалось каким-то чудом оформить себе железнодорожную пенсию. Она составляла 112 злотых, что давало ему средства к существованию на старости лет. Обвинять его не в чем. Конечно, это трагедия, но он оставил взрослых детей. С семьей связи не терял, писал им письма, присылал посылки. Дети сделали свой выбор и решили, что при советской власти можно прекрасно устроиться. А папа – это пережиток прошлого. Вроде как в 1923-м Викентий Александрович приезжал в Екатеринаслав проведать родных людей, но это не точно. А вот в 1927-м случилось следующее. Он оформил официально визу на месяц и приехал в Днепропетровск. Привез с собой кучу всяких подарков. Например, Владимиру отрез на костюм. Но пробыл Викентий Александрович в Днепропетровске только три дня. Его, естественно, уговаривали остаться. И 67-летний отец, по версии Владимира, чуть даже не согласился и доделал попытку оформить пенсию. Но ему, естественно, отказали, и он уехал, так как не хотел быть детям обузой. Версия Базилевского такова. Он не остался, потому что в советской стране нет свободной торговли. Но причина, видимо, была и в другом. Несомненно, Викентий Александрович наведался в костюм. И что он узнал там? Что костюм как бы действует. Ну, в 1924-м его отобрали, в 1925-м вернули, в 1926-м снова отобрали, в 1927-м снова вернули. К Сёндзам в то время был Михаэль Вольф. Он жил в колонии Ямбург и обслуживал также поляков, католиков на городе Днепропетровске. Виделся Счинснович с Вольфом или нет, но с кем-то из католиков встречался, естественно, и в костюм наведывался. Ему там, видимо, страшно удивились и сказали примерно такое. Ты что, совсем с катушек съехал? Тебе жизнь надоела? Беги, пока есть куда бежать. Твои дети почти все коммунисты, ты им уже не поможешь. А тебя тут сотрут порошок. Мы тут сами на волоске висим. К Сёндзе Скверецкого, если ты помнишь, в 1920-м кинули в Курский концлагерь. Вернулся он в 1924-м, но не сюда, а служен где-то в Геническом районе. И Викентий поспешно ретировался в свою благословенную Польшу. И очень вовремя, потому что в 1928-м Сталин начал входить во вкус, и за католиков взялись всерьез и надолго. Но все это протекало мимо младших Счинсновичей. Они все эти надвигающиеся угрозы упорно не замечали. Вероятно, считали себя вне политики, атеистами, преданными власти людьми. Сколько у нас и сейчас таких граждан? Какие к нам претензии, говорят они? Мы просто живем и работаем. Так вот, в 1928-м младший Владимир из Комсомола плавно становится членом ВКПБ. Правда, при поступлении пришлось умолчать о дворянском происхождении и приезды отца эмигранта из вражеской Польши. Карьера явно не бесталанного Владимира шла по нарастающей. С такой роднёй все дороги открыты. И в июне 1930-го, когда четыре профшколы города объединили в транспортный политехникум, начальникам политехникума назначили никого иного, как 26-летнего Владимира Викентьевича Счинсновича. В 1933-м Благовещенскую церковь, где крестили, как мы помним, Виктора Счинсновича, закрыли, а её священника Филиппа Яроскевича увезли в неизвестном направлении. И больше его никто никогда не видел. В этом же 1933-м Григорий Иванович Быстряков занял высокую на то время должность инструктора по пропаганде политотдела Сталинской железной дороги. Григорий Иванович, как мы помним, брат Анны Ивановны, та, которая супруга Михаила Счинсновича. Как видим, на железной дороге у Счинсновича и везде свои люди, которые подсуетились. И в 1935-м уже Владимир идёт на повышение и переходит на работу в управление Сталинской железной дороги на должность начальника отдела подготовки кадров. Через год народный комиссариат путей сообщения наградил его значком ударник Сталинской железной дороги. И он получает квартиру в только что построенном на Вёханьком козырном доме по улице Свердловская, 18, квартира 23. В этом доме при заселении выдавался не ордер, а билет удостоверения члена пайщика ЖСК ИТР имени Андреева. В этом же доме проживал и Левшов Александр Тихонович, тоже инженер на Сталинской железной дороге. Не могу я пройти мимо этого ЖСК имени большевика Андреева Андрея Андреевича. Оказывается, еще в 1925 в СССР было принято постановление о жилищно-строительной кооперации. И так хитро сделано, что финансировало государство, а жилищный фонд ЖСК поступал в распоряжение пайщиков, которые становились полноправными их собственниками. В 1937 ЖСК ликвидировали, дома передали в распоряжение управления местных советов. И советское государство постановило, что в дальнейшем жилищно-строительные кооперативы могут существовать исключительно за счет собственных средств пайщиков ЖСК. Это на бумаге. Но, как мы понимаем, пайщики были привилегированные слои населения. И я уверена, что они позаботились, чтобы и после 1937 содержаться за счет государства. Решила найти дом, где жил Владимир Щенснович. Это Средловская, 18. Потом мы увидим, тут такие еще сохранились интересные. Старые дома, которые, скажем так, явно Владимир видел. Хотя тут все за заборами сейчас, все позастроено. Это какой-то ужас. Как скажут, все уже в частной собственности. Подойти невозможно, увидеть ничего невозможно. Поэтому мы можем довольствовать и только вот такое вот окружением. Добрый день. Добрый день. А вы не знаете, какого года этот дом стоили? Он уже 34. Это же дом железнодорожников, да? Вы в нем живете? Супер. Тут я просто занимаюсь одним, ну, репрессированным, который жил в этом доме. Получается, ну, это перестроено. Тут вот такие балкончики, да, были. Смотрите, получается, этот дом железнодорожный. Второй подъезд здесь. Третий этаж. Прямо. Третий этаж. Третий этаж. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас хоть окна посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, двадцать третья квартира. Вот третий этаж. Где-то тут было. Владимир, щенцнович. Ну, это тоже, как я понимаю, во дворе какое-то старое здание. Получается, тут все были железнодорожные постройки. Вот нас спустили в подъезд. Чтобы построили этот дом, так сказать, вблизи. Ну, это уже свежая, конечно, решетка. Вот, ухватить, что осталось от старинной. Ну, наверное, с перила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ступеньки. Ну, когда-то, говорят, дом был очень козырный. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Батарея, может быть, даже автентична. Все, дальше ходить не будем. В принципе, на все увидели, что хотели. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот этот старый тоже. Этот дом я видела, там табличка охраняется. Табличка охраняется государством. Тоже называется жизнодорожный. То есть... Жизнодорожники такое вот себе устроили. Красивые домики. Ну, сейчас, конечно, он жалко увидел. Видите, он уже потрескался. Видите, вмятины уже там, конечно, такие. Ну, и сохранился, как вы видите, вот какое-то такое домишко. Уже обложенный тысячи раз. Просто удивительно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Итак, с пайщиками разобрались. А вот католики, пропоив же ИСК, и не мечтали о то время. Например, настоятель Скверецкий к тому времени вернулся в Днепропетровск, но находился на подпольном положении, потому что скрывался у друзей в Днепродзержинске. Там его и арестовали в июне 37-го и обвинили принадлежности к контрреволюционной организации. А в сентябре расстреляли. Крестившего Владимира Щенсновича декана Валентина Гартмана постигла та же участь. 3 ноября 1937-го Иксенза Михаэла Вольфа расстреляли в Соловецкой тюрьме. Там же закончили свой земной путь, кстати, и знаменитый Днепропетровец, к сожалению, недооцененный до сих пор Валерьян Педмогильный, а также Григорий Эпику, о котором у нас есть отдельное видео, ссылка вверху. И вот гром среди ясного неба. К компании неблагонадежных ксензов и писателей присоединяется и вполне благонамеренный и лояльный советской власти Владимир Щенснович. НКВД постучалось в его дверь 15 ноября 1937-го. Дело в том, что на сталинской железной дороге в то время шли чистки, и он, видимо, попал сначала именно под раздачу по железнодорожной линии. Но когда стали вызывать свидетелей, то всплыли и папа-эмигрант, и дворянство, и даже буржуазное имя Владислав и отрез на костюм из злодейской Польши. Причем Владимир единственный, кто попал в лапы НКВД среди всех своих многочисленных братьев и сестер, зятьев и невесток. Именно на нем сошлись так причудливо эти коварные звезды. И вся родня вдруг как-то резко потухла. Какие там семейные советы, какие там семейные ценности. И назначили Владимиру следователей Олейникова Бориса Афанасьевича. Вот он весь такой обласканный советской властью. И в 45-м даже Орден Красной Звезды получит. А второй шляцкий Петр Антонович, чья карьера в НКВД завершится через три года. Основные предъявы. Поляк раз, отец дворянин два, и притом эмигрант. И еще присылал подозрительные посылки из злодейской Польши. А еще приезжал, и такой подлец, представьте, не остался на растерзание. Наверное, не доверял советской власти почему-то. Поначалу вопрос стоял только об исключении из партии. И такие исключили. Естественно, как польского шпиона. Но Владимиру все еще казалось, как многим, таким же, как и он, задуренным советской пропагандой, что вот сейчас товарищи во всем разберутся и его отпустят. Но потом начались дополнительные допросы свидетелей. И закрутилась такая карусель, что не отмоешься. Например, коллеги по техникуму припомнили, как он деньги, выделенные на учащихся, направлял на премии преподавателя. Средства на ремонт комнат для студентов шли на ремонт его собственной квартиры. Ну, неизвестно, что там правда, что нет. Но можно допустить, что моменты были. Молодая семья, новая квартира в престижном доме. А тут все-все государственное тянут. Почему мне нельзя? И способствовал Владимиру в расхищении социалистической собственности. Его дружок Артем Иван Степанович, 1900 года рождения, родом из Холмской губернии, тоже Польши. Свидетели выдавали такие перлы трагикомичные, которые указывают на то, как за 20 лет советской власти уже сформировался советский человек. Например, Авикентий Александрович. Получают в Польше пенсию, а рабочие там голодают. Владимир называл себя украинцем, а по существу оказался поляком. Или «Откуда же ваш отец получал средства на приезд в СССР, если вы говорите, что он пенсионер?» А то, что Владимир на самом деле Владислав, но тщательно скрывал это отягчающее обстоятельство. При этом как будто у Владимира одного отец был поляк. Но все братья и сестры все остались как заколдованные вне зоны видимости НКВД. И тут надо отдать Владимиру должное, вину свою он не признал и подписывать лжесвидетельство на себя отказался. Правда, его не сильно и прессовали. Следователь Олейников всего лишь побил его по голове и поплевал в лицо. А Аверин Макар Алексеевич здоровенным кулаком поколотил в живот. Ну, по сравнению с тем, что пришлось вынести чекисту Удодову Орлову, о котором мы рассказывали, ссылка вверху, это детский сад. И, как видим, этот Аверин не зря махал кулаками, он пережил всех и потом еще будет персональным пенсионером союзного значения за свои НКВДшные подвиги. Так вот, уже и реальность стучит по голове и в живот, но Владимир все не понимает, что происходит и при чем тут он. Ведь он не ксенц и не писатель, он добросовестно работал, он был в неполитике. За что ему все это? Но советская власть так не думала. Даром, дорогая Елена Станиславовна, отрезы на костюм из Польши не присылают. И 16 декабря 37-го приговор. 10 лет в исправительно-трудовом лагере. А за что? За шпионаж и создание антисоветского подполья. И отправили младшего Щесновича на лесозаготовки в как раз только что созданный кулойский лагерин КВД на территории Архангельской области. Сначала он, как все, валил лес, а потом проявил себя и перешел работать по специальности инженером-механика. Зятя его Базилевского арестовали в феврале 38-го, а в апреле обвинили принадлежности контрреволюционной организации. В этот момент он проживал по адресу Озерный Узвиз, Будынок Висим, квартира 1. Это за славянским базаром. На это время Базилевский по семейной традиции тоже занимал такую неплохую должность. Начальник административного отдела на паровозо-ремонтном заводе. Озерный Узвиз, 8. Квартира 1. Сейчас по этой уличке страшно проходить. Настолько она запущенная. Тут рядом базар. Но раньше отсюда очень удобненько было бегать на работу на паровозно-ремонтный завод. Где Базилевский работал начальником административного отдела. К счастью, хоть в таком состоянии дом сохранился. На втором этаже видно, кто-то живет. Вот здесь Базилевский жил после того, как его вытурили из дома Щенсновичей. Опять же думаем, что тогда он имел более приличный вид. Ну, окна пластиковые. Там даже есть видеокамеры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но Базилевскому не повезло, его расстреляли в 1938 году. Субтитры создавал DimaTorzok Согласно договору, на территорию Литвы вводили части Красной Армии, а город Вильна передавали Литве. Так Вильна стал Вильнюсом. И ободренный этими событиями, понимая, что большевики уже одной ногой в Вильнюсе, а он сидит тут в лагерях, как польский шпион, Владимир попытался поискать логику в действиях советской власти. 29 мая 1940-го разослал около 10-ти человек в самой высокой инстанции уже из темлага Мордовской АССР, город Потьма, Ленинской железной дороги. Во всех заявлениях он пишет одно и то же, что он не понимает, почему он сугубо советский человек должен страдать ни за что. Пока его жалобы где-то там искали своих высокопоставленных адресатов, 15 июня 1940-го года Красная Армия уже своими сапогами топтала Литву. Судьба Винсента Щенсновича нам неизвестна. Ужасно это произносить, но лучше бы он не дожил до этого страшного часа, ведь ему на тот момент было 79 лет. 5 мая 1941-го перед самой войной следователь Асачи, челобитный Владимира Щенсновича решил оставить без внимания. Прокурор с этим легко согласился, ведь сельмяжная правда, она такая простая и логичная, кто захочет признавать ошибки коллег раньше времени. В 43-м по ходатайству командования лагеря Владимиру все-таки скостили 2 года срока за высокие производственные показатели. Все-таки талантливому инженеру получилось наладить хорошее отношение с начальством и проявить себя в качестве профессионала. Ну, не каждому это удавалось. А на инженерной специальности в лагере можно жить довольно неплохо. В этом же 43-м году Михаил Викентьевич вступает в КПСС. То есть Михаил, вероятно, тоже считал, что арест брата был какой-то досадной ошибкой отдельных лиц. Тут можно провести параллель с семьей Моцных, ссылка вверху. Но там Петр Моцный, после того, как его брат и зять пострадали от репрессий, как вышел из комсомола, так его больше не затянули в партию, хотя и угрожали не допустить до защиты докторской диссертации. Вот какая разница у Петра Моцного и Михаила Щенсновича восприятия окружающего мира. В 1945-м Владимир выходит из лагеря по УДО. Вот она, долгожданная свобода. Уезжай, растворяйся на просторах СССР, строй новую жизнь. Ведь ему только 39, для мужчины не возраст. Все впереди. Но Владимир Викентьевич в 1946-м упорно рассылает новые порции жалоб, высокие инстанции в поисках правды и все еще и стем-лага. По состоянию на 28 июля 1946-го он работает по вольному найму, добровольно, тем-лаге главным механиком. И таким образом повторяет ошибку нашего атамана Федорченко. Ссылка вверху. Тот тоже после освобождения остался работать в тюрьме. А младший Щенснович остался в поселке Яваз, старшим механиком, а потом в поселке Док, главным механиком отдельного лагерного пункта. И вот через два года, 4 февраля 1948-го, Владимир Викентьевич рассылает очередную порцию жалоб высочайшей инстанции и заявление о снятии с него судимости. Жаждет окончательно отмыться перед советской властью. И мы наблюдаем здесь полный отрыв от реальности. 1948-й год. Еще Сталину власти еще ничего не закончилось, но это вне зоны его видимости. В жалобах он опять пытается мыслить логически и отмечает, что Вильно уже советский город. То есть глупо его осуждать за связи с отцом, как подданным враждебной Польше. Он теперь гражданин СССР, хотя и отца, скорее всего, уже нет в живых. Характеристика с места работы хоть в космос посылает. Добросовестный работник поднял и укрепил трудовую дисциплину. Распредложение подает. Член месткома посещает политические кружки. Но 18 сентября 1948-го очередной облом. В снятии судимости Владимиру отказано, потому что сними с него судимость, начнет писать другие кляузы, призывать к ответу следователей. И не дай Боже, не дождется тогда товарища верить персональной пенсии. Да разве ж такое можно допустить? Интересно, что в этом же 48-м Владимир даже смотался погостить домой в Днерпетровск. Но насчет семьи так и непонятно, ждала ли его супруга с северных краев или нет. Скорее всего, второе, потому что он на этот момент в жалобах не напирает. А обычно люди писали, старуха мать ждет, дети мало и все такое. Таким образом, с ими бесконечными прошениями Владимир Викентьевич только привлекал к себе внимание. Опять же, кто ему советовал писать эти прошения? Не те же самые родственники. А ведь в лагерях, где он сидел, было много и политических, то есть убежденных антикоммунистов. Он же с ними наверняка общался. И что? Получается, что они на него так и не повлияли. Не открыли глаза на советский режим. Он, наверное, думал, что все они осуждены справедливо, и только он сам по ошибке. И ответка прилетела. 20 мая 49-го Владимира Щенсновича снова арестовали в этом самом Дубровлаге, центром которого был поселок Яваз, Зубово-Полянского района, республики Мордовия. Три месяца следствия и искателя правды засылают на край света, аж в Норильск, все с той же формулировкой за принадлежность контрреволюционной организации. Там он повстречал и Артема, сослуживца по техникуму, и Ивана Дяченко, которые проходили по его делу в 1937-м. Норильский Владимир и дождался смерти Сталина, и успел стать свидетелем Норильского восстания летом 1953-го. Это было самое продолжительное массовое выступление заключенных в истории СССР. По данным архива, в число одновременно бастующих доходило до 16 тысяч человек. И в 1954-м Владимир рассылает новую порцию заявлений, теперь уже с просьбой о реабилитации. В это время он работал на ремонтном механическом заводе горного управления Норильского комбината. Артем, бывший его зам в техникуме, с которым они в столярке себе мебель делали, там же пристроился в окружкоме. И, наконец, к судьбе брата подключается сам Михаил Викентьевич. Не советами уже, а самолично. В это время он жил в городе Перово Московской области, улица Совхозная. Сейчас это часть Москвы. С ним ли жена его Анна Ивановна или нет, неизвестно. В письме генеральному прокурору Михаил Викентьевич открыто и смело заявляет, что арест его брата в 37-м случился на основании клеветы и необъективного следствия. Обратите внимание, необъективного следствия, то есть брат не виноват, все это следователи злодеи. И горько посетовал, что позорная клевета и моральная травля отразились как на самом Владимире, так и на его родственниках. И в чем же отразились? А вот в чем. Две его сестры, будучи членами КПСС, в то время ВКПБ, с 1920 года были исключены из партии как сестры врага народа. Ай-яй-яй, бедный Викентий Александрович. Опять-таки, надеемся, судьба была к нему благосклонна. И он не попал в лапы НКВД до старости лет, потому что бежать ему уже тогда было некуда. Обложили со всех сторон. 14 мая 1955-го Владимира наконец реабилитировали. Время пришло. В феврале состоялся знаменитый доклад Хрущева на 20-м съезде партии и стали реабилитировать всех, кто сильно просил. И последняя новесточка от младшего Щенсновича его заявление начальнику архива НКВД города Москвы 28 мая 1959 года. Пишет он с улицы Пастера и просит вернуть ему изъятые при аресте документы, а особенно билет удостоверения члена пайщика ЖСК ИТР имени Андреева. Как видим, со свойственной ему педантичностью Владимир Викентьевич начал восстанавливать свои права. Ему 49 лет. Дальнейшая судьба его нам неведома. Это материал для сделок для тех, кто считает себя вне политики. Но если ты пьешь с варами, опасайся за свой кошелек. И тогда не обижайся, если к тебе в дом придет Сталин или Путин. Сколько я навидала за этих людей вне политики. Это как в анекдоте. Папа, в какой концлагерь нас везут? Не знаю, сынок. Я не интересуюсь политикой. В 1937-м обыватель утешал себя тем, что НКВД хватает только злодеев, а они вне политики. Их это не коснется. Но что такое быть вне политики? Это значит не интересоваться жизнью своей страны. Куда пропадают соседи, ксензы, коллеги и писатели? Они не знают и знать не хотят. А потом, когда в дом приходит война, это уже касается лично тебя, всегда можно воспользоваться отмазкой. Мы люди простые, это политики ссорятся. Также обратим внимание, как Владимир добивался правды. Жалобами. Тоже, как все типичные совки. И сейчас такое наблюдается. Так в разгар войны в Днепре сумасшедшими темпами идет строительство. Коррупционеры сносят зеленые зоны. Война все спишет, это их девиз. А что народ? Народ в основном пишет письма в мэрию, которая и благословила это мародерство. Все это последствия совка, о чем мы еще тоже поговорим. Что же до Викентия Александровича, то удивительно то, что не получилось у него хоть одного ребенка в своем духе воспитать. Хоть бы один с ним вильно свалил, хоть бы один, но нет. Все семеро в едином порыве остались строить советскую власть. И построили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok